так хорошо хорошо так значит вот у меня всего шесть фрагментов ну все шесть не будете же писать наверное вот о моем деде то что я вам рассказывала это что я теперь переделала потом о моем отце о котором я никому еще кроме вот вас и не читала дальше наше пребывание в гдове когда присоединяли эстонию потом наше пребывание в амутнинске и в мажке во время войны и потом ежевск верхний переулок общежитие это я тоже вам рассказывала так вот смотрите что из этого вам подойдет сейчас неужели как это долго но потом выкините чего вам не подойдет вытяните да так ну я все это рассказывать конечно не могу я уж читать буду конечно где это рассказывать и где-то читать да нет конечно ничего да так хорошо так начинаем да меня зовут каратаева галина серапионовна я проработала в университете 47 лет на кафедре философии сейчас на пенсии ветеран труда мне хотелось бы рассказать вам о нашей семье и начнем с моего дедушки я очень мало что знаю о своих давних родственниках я не видела ни одного из своих дедов потому что появилась на свет спустя 20 лет после их ухода из жизни и бабушку мамину маму я тоже не знала так как она умерла в 1910 году оставив после себя очень маленького сына алексея и двух дочерей мою будущую тетю тасю и мою будущую маму которой тогда было всего три года не состоялась и моя встреча с братьями обоих моих родителей трое из них погибли на фронтах великой отечественной войны но пожалуй самой трагической судьбой обернулась жизнь маминого отца потапа семеновича жданова сведения тут очень скудные отрывочные много говорили детьми о трудных судьбах родственников люди в советское время побаивались но как-то мама рассказала мне о своем отце из того что знала сама потом она проплакала половину ночи родом потап семенович был из той части вятской губернии который сейчас называется кировской областью был он из деревенской семьи видимо весьма и весьма бедной потому что отец его ходил на промыслы по деревням артельно плели из рогожи кули для крестьянских хозяйств своего малолетнего сына он брал с собой так они пришли в деревню злобина после революции деревня относилась к наугинскому сельсовету а теперь злобина несуществующий населенный пункт по данным историка пудова образовали деревню русские переселившиеся сюда в 1810 году из орловского уезда жители деревни имели статус государственных крестьян и платили налог в пользу казенных то есть государственных заводов со слов мамы знаю что основал деревню никита злобин поэтому у деревни было еще и другое название никитин починок кое-кто из жителей в зимнее время работал на заводах ижевска а летом деревни родители моей прабабушки переселились в злобина в 60-х годах 19 века они приехали сюда из олоницкой губернии позднее именно в злобине и произошла встреча моего деда и бабушки дарьи он был гармонист невысокого роста участвовал в русско-японской войне дослужился дачи на унтер офицера однажды по телевизору я увидела передачу о песнях городских окраин и там прозвучала протяжная трогательная мелодия с наивными словами у серебряной реки на золотом песочке долго девы молодой я искал следочки мама тогда сказала мне что ее отец очень часто пел эту песню после ранней смерти бабушки дарьи его жены после возвращения с японской войны он подался в ижевск на завод делили чугун и потому называли чугункой в советское время это стало объединением редуктор до революции производство на фигунке считалось грязным условия работы были тяжелыми но зато приезжим из деревни от завода давали жилье в знаменитых березинских бараках так как принадлежал завод промышленнику березину даже школа в этих бараках была и в 1945 году мне там довелось проучиться в первом классе весь сентябрь работал дед на заводе литейщиком литейное производство было и на государственном заводе из которого потом выросли предприятие и шталь и и жмаш обычно рабочие приобретя хорошую рабочую специальность затем переходили на этот казенный завод здесь условия труда были лучше но не было жилья поэтому семьи рабочих часто арендовали съемные дома с участком земли жены рабочих как правило не работали женщины работающие на заводе назывались фабричные и уважением как правило не пользовались на государственный завод перешел дед после смерти бабушки у него появилась новая жена жили они неподалеку от швивой горки это рабочий район который назывался колтомой это где-то около речки под боринке которая тогда была много глубже и дети там купались у нас семье сохранилась фотография отпечатанная в мастерской галактиона семенова 1 мая 1917 года рабочие в картузах с женами в густом темном бару дед с гармошкой жена положила ему руку на плечо все смотрят прямо безыскусно но с достоинством на траве корзина с едой и никакого вина никаких бутылок называлась это выехать вверх по реке чай пить и даже самовар с собой обычно прихватывали проходил тот первомайский пикник на месте где впоследствии выстроился кинотеатр удмуртия жаль что эмульсия на фотографии уже осыпаются потому что фотографии будет скоро сто лет на фронт в 1914 году деда не взяли а дали бронь как хорошему и нужному на заводе литейщику была у него большая мечта приобрести собственный дом и он откладывал деньги в банке чтобы обеспечить семью нормальным жильем к осени 1917 года было накоплено 30 рублей золотом а в ноябре уже должны были осуществить эту необходимую покупку но тут произошла октябрьская революция банки были национализированы и все сбережения разом пропали думаю что данный факт не мог не повлиять на дальнейшее событие в жизни моего деда конечно появилась обида деньги были заработаны тяжелым трудом наверняка возникло озлобление против максимализма большевиков и среди рабочих ижевского завода такого недовольства было немало когда рабочие начали вооружаться для борьбы с красными дед примкнул к этому движению вступил в союз фронтобяков благо опыт военных опыт участия в военных действиях у него был это выступление получила название восстание на ижевском и водкинском заводах август ноябрь 1918 года и так в августе 1918 года завод восстал красным войскам было приказано взять ижевск к первой годовщине октябрьской революции 4 ноября 1918 года маме должно было исполниться 11 лет но всем домочадцам несколько этих дней пришлось отсиживаться в подвале дома так как наверху шла стрельба и непонятно было в чьих руках находится город традиционного именинного пирога мама в тот год не по не получила и горько плакала в этом подвале когда стало очевидно что выступление проиграна многие товарищи деда стали уходить на восток кто-то влился в армию колчака с боями через сибирь они дошли до приморья через харбин эмигрировали на западное побережье соединенных штатов америки позже в научной литературе упоминались американские поселения под названием ижевская и водкинская одет остался в ижевске не решился оставить семью думаю он не до конца представлял себе насколько грозно нависла над ним опасность дальше естественно последовал арест о котором мне никогда не рассказывали и он оказался в камере чека на улице береговой в знаменитом бывшем генеральском доме когда его вызвали из камеры в последний раз он оставил на окне шапку за шапкой больше он не пришел и сокамерники поняли что он расстрелян где точно сказать нельзя но мама и тетя тася в разговорах как-то таинственно упоминали название реки подборенко много-много лет спустя мама рассказала следующее каким-то образом тете сообщили в двадцатые или в тридцатые годы не знаю что будут раскапывать могилы общих захоронений и она туда пошла опознавать трупы было очень трудно одежда почти истлела но она узнала знакомую косоворотку которой когда-то сама пришивала пуговицы при этом одинаковых пуговиц не нашлось и тетя пришила три разноцветные по этим знакомым пуговицам она нашла своего отца но говорить в семье о таких событиях не полагалось и я узнала о них от мамы только десятилетия спустя уже в шестидесятых годах прошлого века в 1990 году в июльском журнале огонек была напечатана статья Игоря Копзева с красным флагом против красных на странице 10 была помещена фотография с пояснением союз фронтовиков ижевская организация воинов германской войны поднявшая восстание против большевиков в 1918 году когда мама увидела эту фотографию она показала настоящего справа в последнем ряду и сказала вот это мой папа фрагмент этой же фотографии я обнаружила на обложке книги начальника штаба у колчака ефимова книга называется ижевцы и воткинцы борьба с большевиками 1918 20 годов москва аэрис пресс 2008 год судьба оставшихся детей потапа семеновича сложилась по-разному но тоже непросто старшая дочь таисия потаповна жданова по мужу сырых еще до революции получила специальность портнихи работала по специальности муж был ранен под сталинградом 1943 году умерла тетя от туберкулеза в конце сороковых годов сын алексей потапович жданов самые голодные годы гражданской войны попал в детдом сведений о нем у меня фактически нет знаю только что он погиб очень молодым человеком попав под трамвай на перекрестке улиц карла маркса и переулок широкий сын от второго брака валентин потапович жданов был в армии и погиб во время великой отечественной войны моя мама капиталина потаповна жданова по мужу каратаева прожила почти 91 год после расстрела отца осталась на попечении своей бабушки которая конечно не могла содержать всех внуков в эти тяжелые годы и она сказала 11-летней девочки ты уже большая и ищи пропитание себе сама и маме пришлось просить ой ой